Здравствуйте! Приветствую вас на канале Школа доктора Скачко. А я доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог, автор сотен видео в интернете. На этом канале продолжая тему как правильно пить воду для здоровья решил осветить очень важную тему. Зачем пить воду? Большинство людей пьет воду разного качества, в разных количествах. И не учитывая определенные нюансы, связанные с возрастом, с полом, с особенностями экологии, трудовой деятельности, погодными, климатическими условиями, уровнем здоровья, наконец, часто совершают ошибки, попадают на различные заболевания. Часть людей, видя этот негативный опыт, решают отказаться от употребления воды полностью. И такая группа людей на планете есть. Модное течение называется солнцеедение. Но солнцееды отказались не только от употребления воды, но и от употребления еды в том виде, в каком употребляет ее большинство. Вызывая определенные негативные эмоции со стороны производителей, продуктов питания и напитков. Употребляя энергию солнца напрямую, они ведут независимый образ жизни. Часть людей стремится стать солнцеедами, отказываясь от еды и от напитков. Но! Система называется сухое голодание. По идее, она должна перевести в солнцеедение. Но большинство людей возвращается в исходную точку. И вам вновь нужно знать, зачем пить воду. И для всех остальных я расскажу основные критерии, зачем же все-таки вам нужно пить воду для вашего здоровья. Правильных ответов на вопрос зачем пить воду сразу несколько. И ответ номер один жизнеопределяющий, чтобы правильно поддерживать водный баланс. Содержание воды в отдельно взятой клетке определяет скорость обмена веществ. Чем воды в клетке больше, тем выше скорость обмена веществ и клетка моложе. Если перейти к макроорганизму, то при оплодотворении яйцеклетки содержание воды в этой системе около 90%. Содержание воды в организме пожилого человека перед смертью 45%. Соединив две точки понятно, что такое жизнь. Это постепенное высыхание, постепенное торможение обмена веществ. Если вы правильно поддерживаете водный баланс, у вас прямая идет не резко вниз, а более пологая. От этого зависит качество и продолжительность вашей жизни. Как правильно поддерживать водный баланс в разные периоды жизни, я расскажу буквально в следующем видео. А сейчас перейду к ответу номер два. На вопрос зачем пить воду? Правильный ответ номер два. На вопрос зачем пить воду? Чтобы обеспечить правильное питание каждой клетки вашего организма в режиме реального времени и в широком смысле этого слова. Что я имею в виду? Подавляющее большинство продуктов питания содержит сложные компоненты, не способные всасываться из пищеварительной системы в кровь и использоваться вашими клетками в обмене веществ. Например, если белки не будут полноценно переварены до аминокислот, не имеющих антигенной составляющей и непереваренный белок попадает в кровь, развивается один из вариантов пищевой аллергии. И в данном случае ваш организм сигнализирует о том, что далеко неправильное питание он получил. А правильное питание будет в том случае, если пища последовательно проходя разные отделы пищеварительной системы разными пищеварительными соками, в составе которых 98-99% вода будет расщеплена на простейшие составляющие. Но! Это не все! Процесс пищеварения называется гидролиз. Иными словами, с присоединением к продуктам пищеварения воды. Только в этом виде пища уже может попадать в кровь. И тут уже зависит от мощности вашего сердца, от способности сосудистой системы доставлять продукты переварения пищи на клеточный уровень. И только начиная в капилляре, начиная в соединитой ткани, около клетки, около мембраны клетки, вот только тут начинается правильное питание ваших клеток. Конечно, запускается оно задолго до этого. Когда вы пищу видите, и вам эта пища нравится, пищеварение с наибольшей вероятностью пройдет лучше, и ваши клетки получат больше полезных веществ. Чем если вы пищу увидели, ту, которая вам по каким-то критериям не нравится, пищеварение будет идти хуже, и ваши клетки соответственно получат меньше. Второй уровень контроля обонятельные рецепторы. На более близком расстоянии, как правило, вы ощущаете аромат еды. Если он вам нравится, опять-таки, пищеварение идет лучше, клетки получат ваши больше. Третий этап проверки вкусовые рецепторы языка. Если и вкус пищи вам нравится, пройдя вот эти три точки, самолет обычно по трем точкам попадает четко на посадочную полосу, на взлет, но он не должен попасть там, будет другой самолет взлетать. Но, если вы, вам пища нравится по этим критериям, пищеварение произойдет максимально правильно, и ваши клетки получат больше информации. Вот именно об этом я и говорил, имея в виду, как правильно обеспечить правильное питание, правильно употребляя воду. Вода должна быть, во-первых, в вашем организме, для того, чтобы в составе пищеварительных секретов попасть на пищу. Пища должна быть не обезвоженной, не то, также должна быть вода. Это облегчает процесс переваривания пищи и ее усвоение. Но, не всякая вода в составе продуктов питания, или которую вы употребляете во время определенного приема пищи, помогает пищеварению. Об этом я расскажу в одном из следующих видео. А сейчас вы узнаете еще один правильный ответ на вопрос зачем пить воду? Правильный ответ номер три на вопрос зачем вам пить воду? Чтобы обеспечить правильное очищение вашего организма, начиная с клеточного уровня, в режиме реального времени, на протяжении всей жизни и в широком смысле этого слова. Что я имею в виду? Чаще всего употребление воды связывают с очищением организма через почки. И связь очевидна чем больше вы пьете воды тем активнее работают почки вырабатывая больше мочи. Но! Это пожалуй один из самых дорогих способов очищения вашего организма причем опасных для жизни. Потому как употребление воды в значительных количествах приводит к тому что увеличивается объем циркулирующей крови. А значит нагрузка на сердце и на сосуды. Сердце должно иметь возможность перекачивать увеличенные объемы жидкости. А сосуды иметь хорошую проходимость и хорошую прочность. В этом случае вы в безопасности. Для того чтобы сберечь ваше сердце и включается гомеостаз и лишняя вода сбрасывается через почки в составе мочи. В которой находится и часть токсинов. Но! Конечные продукты жизнедеятельности с мочой удаляются. Но! Объем циркулирующей крови это 3-4% объема вашего организма. Именно на такое очищение ваш организм и может быть способен в этом случае если вы пьете только воду. Если вы рассчитываете на очищение организма водой. А те обменные шлаки которые находятся в соединенной ткани в клетках они остаются незадействованы их взять невозможно таким образом. чтобы достать и эти то есть начинать очищение с клеточного уровня вернитесь к ответу номер 2. А именно как обеспечить правильное питание для вашего организма. Вот там вода проходит и кровь и соединенную ткань и клетку и тут участвуют в обмене веществ. Где образуются вот эти самые конечные продукты жизнедеятельности. Вот вместе с водой они проходят обратный путь и могут удаляться. И с мочой образование которое вы видите. И с желчью. Там тоже более 98% вода. А также в состоянии в составе слизи. Около литра слизи образуются в дыхательной системе. Если вы воду пьете правильно слизи образуется жидкая легко проходит всю систему дренируя легкие ваши очищая но это количество слизи вы не видите по одной простой причине. Она доходит до гортанной щели и попадает в желудок в пищеварительную систему где может удаляться частично составит кало который также содержит воду и выносит часть токсических веществ. Часть токсинов если вы не создали благоприятные условия для своих органов дыхания может сасываться с продуктами пищеварения в кровь и попадать к тем же органам дыхания. И для того чтобы вылечить заболевания органов дыхания нужно правильно полечить заболевания органов пищеварения. И как правило облегчение наступает и там и там. Часть воды выделяется путем испарения через органы дыхания и там также выделяется часть продуктов жизнедеятельности. Часть выделяется через кожу. Потовые и сальные железы работают над очищением крови. но в сутки образуется примерно пол литра пота в покойных условиях. Если условия жаркого климата либо физические нагрузки количество пота увеличивается и очищение этим путем также увеличивается. часть очищения примерно 100-200 миллилитров один раз в месяц теряет женщина с менструальными выделениями. Мужчина также проводит очищение крови если у него хорошая потенция. Сброс различных секретов во время полового акта это также очищение крови. Но если слишком много токсинов идет таким путем очищение таким образом происходит все реже потенция падает до импотенции. Другие токсины выделяясь этой же системой приводят сперму в не самое лучшее состояние и появляется один из видов бесплодия. Мужского бесплодия. Хотя тут и часто руку женщина прикладывает неправильно готовя пищу для своего любимого мужчины. Разные варианты очищения есть. Но если вы знаете правильный ответ зачем вам пить воду разные системы очищения будут работать эффективно. Конечно в этом случае чисто не там где убирают а там где еще и не сорят. То есть вода должна быть определенного качества для того чтобы вашим выделительным системам было меньше работы над очищением организма. Но об этом я также расскажу в одном из следующих видео. А на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео поставить на него лайк или пропустить поставить его в следующий раз я в следующем видео расскажу очень важную тему. А именно что такое водный баланс и как его правильно поддерживать в разные периоды вашей жизни. До новых встреч на моих каналах!